Музей Давайте же зайдем в этот уникальный музей и вместе с экспертами музея узнаем о рояле композитора, картинах, книгах и других личных вещах, которые хранят дух времени и личности Скрябина. Музей 6 января 2022 года исполнилось 150 лет со дня рождения Александра Николаевича Скрябина, композитора, опередившего свое время. Гениальный композитор и пианист, философ, поэт, мистик. Он одним из первых использовал идею света музыки, наделив каждый звук своим цветом. Смелый новатор, творческая личность эпохи перенем. Скрябин вошел в историю русской музыки как гениальный искатель новых путей, по меткому выражению Николая Мисковского. Композитор хотел изобразить победу человеческой воли, торжества жизни, которые символизировал Прометей, посланник огня. Для визуального воплощения этой стихии Скрябин решил включить в исполнение свет специальный прибор, с помощью которого должен загораться свет во время звучания музыки. Но не просто так, а по определенной концепции. Известно, что композитор обладал так называемым цветным слухом, и звуки и тональности он воспринимал исключительно с конкретным цветом. Например, звук «ля» — это зеленый звук, звук «ми» — синий, звук «до» — красный. Партия «света» — «лючи» обозначена в самой партитуре. Скрябин желал, чтобы в Прометее с каждым взятием звука одновременно включались цветовые огни над сценой. Скрябин желал, чтобы в Прометее садить в Скрябин желал, телефонный аппарат находится прямо рядом с рабочим кабинетом. А Скрябин очень не любил, когда его отвлекают. Поэтому, если телефон звонил в неурочный час, он, конечно, приходил в ярость. Но говорят, что если Александр Николаевич уже подходил к телефону, брал трубку и начинался разговор, то оттащить его от этого телефона было практически невозможно. Дети чаще всего следуют не умным словам, которые им произносятся взрослыми, а примеру тех же самых взрослых. К примеру, когда человек ходит на концерты, и ребенок с детства видит, что это нормально, и естественный способ проведения культурного досуга — это классическая музыка, которая звучит дома, которая является частью жизни. Конечно, таким образом ребенок вырастает, и в его среде считается естественным слушать музыку. Ну, а если родители сами любительски играют на инструменте, ну, это самое прекрасное. Мне вообще кажется, что человек любой профессии замечательный, если умеет играть на каком-нибудь инструменте — гитара, фортепиано или скрипка, что угодно, кому что ближе. Но если в семье звучит живая музыка, если родители играют на чем-то или поют песни, к сожалению, это сейчас немножко уходящий способ проведения досуга, потому что звукозаписи гораздо легче поставить диск или открыть интернет-сайты. Но когда музыка творится своими собственными руками, это удовольствие ни с чем не сравнить. Я общаюсь со многими любителями именно, которые имеют совершенно другие профессии, но при этом увлечены музицированием. Это совершенно особые люди, у них в жизни гораздо больше радости. Играет музыка Если во время чаепития на стол падала сушка, он никогда ее не поднимал, а вдруг на ней поселились бактерии. А на улицу композитор всегда выходил в перчатках, чтобы не поймать вирус. Знал бы он, что спустя 150 лет перчатки и маски в Москве станут нормой. Будучи на прогулке, всегда расстилал плед и только тогда садился на траву. Не любил букашек и мошек. Зажигая электричеством, он беспокоился, хватит ли его на целый день. И всегда сокрушался, глядя на счет за электроэнергией. Последним адресом Скрябина стал дом 11 в Большом Николо-Песковском переулке. Здесь Александр Николаевич и его семья, супруга Татьяна Шлёцер, ее мать, а также дети Ариадна, Юлиан и Марианна прожили с ноября 2012 года до даты смерти композитора 14 апреля 1915 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова